И, ребят, встречайте, одно время я хотел купить эту тачку новой, но немножко подождав, думав, цена снизится ли еще, либо еще что-то, потому что мне казалось, что Carisma не сможет продаваться. Но в таком кузове, в кузове F-150 1976 года у меня не было еще Ford. Встречайте, это Carisma, да, с небольшим пробегом SK-E1E 1976 год, Ford F-150. Ребят, конечно, сейчас за 24 500 рублей такую тачку новую просто не найти уже. Пошли другие совершенно аналоги. Итак, почему я это купил? Во-первых, это полный РТР-комплект. Это трофейка, крутая, полноприводная, с вот такими классными колесами и очень-очень-очень похожа на бюджетные шасси Ремохобби. Здесь у нас с вами аппаратура управления, вот так вот она выглядит. Дальше 1.9 бэдлоки стоят, сразу стоит аккумулятор, моторчик, раздатка, привода, обратите внимание, тоже металлические, влагозащищенный бокс, дальше влагозащищенный приемник и поддерживает 2S липа аккумулятор. Кузова, конечно же, бывают разные, вот такого вот цвета, с такой вот акулой. Я очень сильно хотел именно такой кузов. Я, ну, объясняю, смотрится и поэтому, ну, поэтому и хотелось, да. Слава богу, нашлось вот в таком же исполнении, то есть прям в коробочке. Ну, конечно, сильно удивлен, кто же так сильно эту тачку запихал. Ну да ладно, это предыдущий, наверное же, владелец это и сделал. В общем, вот такая вот внешечка, очень похожа на то, что тачка в принципе в достойном состоянии, даже здесь сразу же она идет в комплекте, как вы видите, спрятанная, да, у нас с вами, но не настолько все, конечно же, хорошо сохранилось. Надеюсь, разботоспособность у тачки присутствует. Вот так вот, Александрчик. Да, конечно, время эту тачку немножко не пощадило. И все-таки она ездила и эксплуатировалась довольно-таки нормально. Вы покупаете автомобиль с пробегом, так и хочется сразу же его запустить на родном аккумуляторе. И в принципе это, кстати, все работает, да. Тачка едет. Надо быть обязательно, конечно же, серва. Вот прям от слова совсем, хотя давайте по шасси поговорим. Резина, кстати, у Carisman 324 миллиметра, то есть она по базе очень даже длинная. Резина, я в шоке, она полностью пустая, то есть здесь нет никаких вставок от слова совсем. Или они... А, есть, но они капец какие, ребят, просто ультра-ультра мягкие. То есть в этом класс, конечно же, тачки будут. Она будет цеплять прям действительно нормально. Дальше. Вот это прям какая-то старая школа. То есть ничего такого нет. Я имею в виду, ну прям действительно ничего в этой тачке, особенно в шасси, нет. Если вы поставите кузов, вы его поставите как-то вот так. Сейчас. Все. То есть вот это у вас получается сам автомобиль. Вот такого внешнего вида. Но опять же, если подумать, понимаете, за сейчас эту тачку можно купить в пределах 10 тысяч рублей. И вы получаете, в принципе, очень внешне красивый Ford F-150. Дальше. Подготовка под цвет. Пожалуйста, сидите и ковыряйте. Здесь это все есть. Дальше. Во-первых, это все равно тот же самый каризма. Да, с большим орехом. Да, с возможностью дополнительного тюнинга. Но эта тачка возможно тюнинговать, возможно работать. И самое главное, что вы уже сейчас окажете на колесах. И будете просто кататься, радоваться и наслаждаться. Дальше. У этой тачки есть дополнительные, обратите внимание, зарядка. И есть передние и задние бампера. Я так понимаю, они идут сразу же с тем, чтобы сделать дополнительный свет. А это тоже классно. Также есть зеркала в комплекте. Мы, кстати, давайте их сразу же сейчас поставим. К сожалению, ничего нового как. Конечно же, никто не положил крепление. Крепеж поковыряем, посмотрим. И, возможно, дальше уже в следующем тесте вы посмотрите. Александр, в принципе, достойный. Как я говорил, тачка смотрится очень длинной. Из-за своей длинной базы. Проработано здесь только зеркала. Ручки прорисованы. И вот есть дворники. В остальном все, ну, передняя часть хромирована. Смотрится прикольно. Тачка очень легкая. Тачка смотрится, в принципе, очень даже проходимой. Похож на старый Axial SCX 10 второго поколения. То есть, в принципе, если вы любитель и ценитель, и любите поковырять автомобили, и у вас есть свободный 10 тысяч рублей, то, пожалуйста, приобретайте, радуйтесь, наслаждайтесь, ковыряйте. Здесь много возможностей для тюнинга. Дальше, как и говорил. Лексанчик достойный. Спокойно можно, ну, я не знаю, ковыряться, смотреть. То, что он очень даже не такой, ну, нелегкий. В остальном, передний и задний мост. Я говорил, орехи огромнейшие. Но то, что мне нравится, здесь своеобразное крепление. Здесь у нас с вами пороги расположены. Тяги передние, задние. Они здесь тоже металлические. Да, вот здесь уже какая-то коррозия, что ли, пошла. Как так можно было поцарапать или действовать так с тачкой? Ну, скорее всего, просто ее не готовили. И после тестов никак вообще не смазывали и никаких действий не проводили. Привода здесь, кстати, металлические. И, кстати, тачка, вот если говорить про вперед-зад, она едет, в принципе, очень даже спокойно и хорошо. Вот. Дальше. Как и говорил, гидридный аккумулятор здесь стоит. Ну, родной стоковый от коризмы. Ну, уже тоже хорошо. Моторчик здесь у нас с вами... Давайте сейчас посмотрим. Попробуем разобраться с вами прямо вместе. Да, как всегда, ничего не сказано. Надеяться будем, что он очень легкий. Ну, уже при тесте более подробно расскажу. Да, здесь, я так понимаю, уже сделали влагозащиту приемника, потому что в стоке ее нет. Регулятор оборотов здесь влагозащищен и поддерживает до двух банок. То есть, имейте в виду, хоть родной гидрид. В остальном, в принципе, все. То есть, серва здесь 100% китайская. Ну, я думаю, здесь другого-то и не дано. Да, китайская, но от его же производителя коризма. Что мне здесь нравится? Обратите внимание, то, что здесь у нас с вами тяги. Вот эта тяга и вот эта уже здесь стоит металлическая. Посмотрите, те, кто катает, какие они идут в базе в стоке. Не знаю. И вы видите, да, вот здесь вот привода, хоть и немножко заржавели, но они тоже здесь металлические. То есть, очень много металла. Кто знает, те, кто тестирует, те, кто эксплуатирует данный автомобиль, напишите, пожалуйста, в комменты, в комментариях. Все-таки эта тачка, у нее так много металла. Рамы здесь тоже так же металлические. Действительно ли у них в базе столько металла? Потому что колеса, мне кажется, немножко как-то растянут. И такое ощущение, что, возможно, даже этот тюнинг, он немного не отсюда. Но здесь уже нужно смотреть. Посмотрим, как катается. Так что обязательно поставь лайк и давай погнали катать. А, подожди. Аппаратура управления огромнейшая. Просто вот огромная. От каризмы, да? Чего не работаешь? Вот, все, пожалуйста, заработал. Колесико здесь идет пластиковое. Триммер есть руля. Триммер газа. Кнопочка on-off. Четыре пальчиковых батарейки. В принципе, неплохо. Не тяжелая, средняя, доступная. Очень удобно будет снимать под камеру GoPro. Это, кстати, очень удобно. Поэтому давайте перемещаемся скорее уже на тесты. И в следующем видео обязательно ее сравним с моим любимым геликом. Погнали катать! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, да, на самом деле, по поводу рулевого направления, ну, очень все плохо и тяжело. Даже здесь стоит уже другая металлическая тяга, все равно не помогает. То есть хочется прям выкрутить руль еще. Конечно, нужно менять пеньон, чтобы эта тачка была хоть немного более мягкой, потому что сначала очень большой резвый заход. Крестятся, при слове того, даже, что эта тачка высокая. Извините, длинная колесная база 324, как у последнего Эргентекса. Вот. Видите, кто заехал. Огромный плюс сейчас, вы обратите внимание, что она все равно едет вперед и назад, потому что снег мягкий и тачка очень легкая. Вот смотрите, объясняю, что значит, когда установлен неправильный развал колес. Выворачиваю колеса, и вот такого пятака мне не хватает просто, даже разверну. Вот. Обратите внимание, как я кручусь здесь. Кругами. Вы видите, да? Поэтому, я говорю, даже после того, что тяга стоит металлическая, ребят, ну, тюнинг должен быть грамотный. Колеса очень широко стоят, развал неправильный. Но, вот, можно немножечко поковыряться с ней, потому что кузовок очень красивый, база хорошая, тачка легенькая. Классно. За что было платить 25 тысяч рублей, не знаю. А вот так вот для новичков, чтобы войти в хобби, покатать, посмотреть. Да почему бы нет? Что, все время катать на ремках, что ли? Вот, пожалуйста, взяли, купили. Тем более, я говорю, все равно. КОНЕЦ Если кто-то открыл это видео, да, распаковку, этот тест, и смотрел, и думал, вот, стоит ли покупать ее новую, однозначно, ребят, нет. Если кто-то думает ее покупать, не знаю, там, вровень, что это бэушный Аксиал, там, примерно, да, то есть, грубо говоря, легенькая машина Аксиал, я имею в виду второго поколения. И вот, возможно, стоит ее взять? Нет, это однозначно не то. Если кто-то думал начать хобби, если кто-то думал начать хобби именно в пределах 10-15 тысяч рублей, если кто-то хотел именно, вот, знаете, ну, надоели, вот, и вообще, давайте так, копильностью у ремохобби просто нет, ХСП катать тоже нет, РГТ дороже, РГТ, для кого как. Поэтому вы как-то попались, да, на это объявление, вы нашли эту тачку подобную и решили купить. Вот тогда каризму я советую. Но покупать новую, слава богу, я тогда не купил эту новую модель, когда я прям действительно хотел ее взять. Думал, 25 тысяч, да ладно, на обзор и так далее. Нет, ребят, однозначно нет. Модель вообще не советую, кроме одного момента, начать при условии копийности. Дальше можно что-то потюнить, что-то добавить, что-то убавить, сделать модель под себя. И вот там уже дальше, когда у вас есть 10 тысяч рублей, вы там вложили 5-10 тысяч, эта модель все равно потом за пятнашку спокойно уйдет, кто другой себе ее купит и будет на ней катать. А вы уж дальше возьмете то, что вам нужно и будете дальше уже катать на TRX или на GT. А, кстати, все, на этом видео все. Спасибо большое за внимание. Дальше я, наверное, все-таки сделаю сравнение, итоговый обзор этой модели. Ну, покажу вам все-таки, ну, разницу с TRX. Спасибо, пока-пока.